Когда мне было, наверное, лет 10, была поездка в Крым, меня родители свозили, где-то с маской поплавал, где-то фильмы Кусто повлияли. Все это меня, так сказать, направило, наверное, в эту сторону. Ну и плюс всегда была какая-то жажда познания чего-то нового. Увидеть то, что не видел глаз человека до тебя, это вот от этого получаешь какую-то энергию, нетронутую человеком. Может быть, я себя убеждаю в этом, но я вот ощущаю это. В «Возвращение пионеров» я пришел работать в 87-м году. Еще до службы в армии работал, преподавал в горный туризм. Субтитры подогнал «Симон» Дайвинг, именно погружение с аквалангом, то есть я проходил в армии. Потом меня забросили там, где некуда нырять и вернулся уже, скажем так, к дайвингу. Это в 93-м году в Крыму была такая организация, как клуб «Поиск», клуб аквалангистов. Уже обучился там дополнительно, стал инструктором. Под водой на глубине 10 метров в целых 2 минуты без аквалангов Владимир Федоров установил новый рекорд. Это Ординская пещера в Пермском крае. Температура в воде плюс 5, на улице минус 20. В таких условиях ижевский дайвер установил мировой рекорд. Владимир Федоров пока единственный, кто смог проплыть в пещере 100 метров на задержке дыхания. Приходилось выходить через пусское место, где моноласту можно расположить было только в одном положении, чтобы не застрять. То есть, собственно, вот эти… Ну, плюс холодная вода. Костюм был 10 миллиметров, поэтому приходилось, пришлось взять 14 килограммов балласта, свинца. Нырнуть-то не проблема, проблема вынырнуть. Поэтому здесь надо определенное самовладание иметь и четкую организацию, и организация психики очень важна. Есть погружения, которые там никто не совершали, такие люди. Да, это рекорд. Это было в Пермском крае, в Ординской пещере. Она имеет более 4 километров подводных ходов. Я там нырял, мы проводили съемки. Целью-то не было установления этого рекорда. И один из проныриваний – это был 100-метровый коридор, где нужно было на глубине 10 метров там проплыть, 100 метров вынырнуть в другом озере. В момент, как бы, вот в это плавание не страшно, потому что настрой… Ну, делаешь определенные настройки. Я то, что занимался единоборствами долгое время, вот эзотерическими практиками, кроме всего, я там преподавал длительное время йогу, цигун. Это своего рода медитативный процесс без восточной атрибутики. Там нету свечек этих горящих, палочек, там антуража восточного. Но именно вот это соль вся. Красоты-то особо нету. Это некое преодоление. Это некий путь, по которому человек развивается, некий стержень его жизни. То есть это то, через что человек реализуется, наверное, так. В основном сейчас я занимаюсь больше именно спелеподводными исследованиями. Удалось пройти ряд пещер, так называемых проблемных пещер. Допустим, пещера в Крыму Карасу Баши, которую не могли пройти с 1962 года. И с тех пор был ряд попыток, но вот в этом году она поддалась мне. Там требуются еще работы под водой. То есть надо не просто там плыть, еще копать, ломать камни и там пролазить куда-то. Все это под водой делать. Нужно в щели спускаться на веревке со всем снаряжением, с баллонами. Щель такая, в которой застреваешь, и она высотой 15 метров. Это просто, наверное, желание. То есть я, наверное, вряд ли там какой-то способный человек. Просто я к этому иду. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В Крым, в третью сторону. На карте мира появляются новые исследованные участки, которые, собственно, исследованы ижескими людьми. У нас будет экспедиция на филиппинах пещерная. То есть на карте, допустим, в далеких филиппинах, на одном из островов будут названия пещер и, собственно, там ходов, которые будут иметь отношение к ижевскому. Я, в первую очередь, исследователь. Мне интересны пещеры, в которых не было людей или в которых были, но которые еще до конца не пройдены, углубиться дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, по траверсу Катерины, получается, за ней там. Потом такой идет как бы подводный хребет туда идет. Там вот такие вот миди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас просто в 21 веке очень трудно открыть какой-то материк или большой остров То есть нужно залезть под землю, да еще и под воду, чтобы увидеть те пространства, которые были неведомы людям Ну это, собственно, новые географические открытия Вот так мы пробирались сквозь лес Вон все ребята наши, вон все снарягу собрали вот здесь И сейчас туда все будет, да, вон красота вообще Представляю, что-то здесь летом Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Крымская пещера Юнисала-3 Одна из самых сложных для исследования Открыли ее еще в 59-м году прошлого века До недавнего времени исследованы были всего 600 пещерных метров Но и живчанин Владимир Федоров этим летом продвинулся вглубь еще почти до 150 метров Достаточно сложно, плюс узкие ходы И надо и на корячках проползать все это, протаскивать внутри В чем-то отрезан от, собственно, выхода водой То есть нельзя делать ошибку, уступиться, упасть, подвернуть ногу и так далее Юнисала-3 – русло подземной реки Через 200 метров от входа начинаются сложности Первый сифон – затопленная часть пещеры Ее длина – метров 20 Потом проход снова выходит в надводную часть И так несколько раз Владимир рассказывает, в одном месте проход упирается в 7-метровую стену Чтобы пройти дальше, надо влезть туда и затащить почти 100 килограммов снаряжения Владимир каждый свой дайв готовит очень тщательно Нет возможности прямого сплытия наверх Поэтому дайверу необходимо выплыть в то место, откуда он, в общем-то, зашел То есть распутать весь лабиринт То есть решить проблемы, если они возникли под водой, допустим, с газом Либо с другим снаряжением Кроме этого, есть правило трех фонарей То есть в пещеру заходишь не меньше трех фонарей Один основной фонарь и два запасных Которые либо в карманах, либо на строке, либо на каске Ну, когда экстремальное погружение, я беру там не меньше пяти фонарей Когда ищет магазин, я беру там не меньше пяти фонарей Которые либо гторые либо глянки Которые либо обращаются И еще, если она позвала от горячая Угу, как и специальные, во-ру-пещеры Это наностранство Ля-пещеры Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Ну, здесь ограничена видимость, в донной части видимость около полутора метра, плюс температура воды меньше пяти градусов. Ну, то есть, вот, в общем-то, комплекс факторов, протяжённый, достаточно большая для такой глубины. Ну, а вот, какое-то будущее есть в этой пещере? То есть, пещера не закончилась, она пошла на всплытие, то есть, перегиб был на 88 метров, по этой глубине она сколько-то прошла, наверное, метров 20 и прошло всплытие. Вот у меня на последнем погружении как раз сухой костюм дал течь. Из самой дальней части он стал у меня затапливаться. При температуре 4 градуса, собственно, ну, тяжело проходить два с половиной часа, мне пришлось провести в затопленном костюме. Гипотермия была серьёзная. Вот, постоянно, как бы, мысли, то есть, всплывать и срочно ехать в барокамеру, либо ещё можно потерпеть. Если бы я всплыл, я бы мог получить серьёзные декомпрессионные заболевания, и какая-то часть мозга могла погибнуть. Восторые зрители Слышались в вагоне Возвращ interferя в режиме Возвращаемся к своему вагону, Возвращаемся к своему вагону. Офига Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! От моей деятельности цены не понизятся точно, налоги тоже не упадут, дороги не улучшатся. Это, скорее всего, влияет на тех людей, которые, скажем так, связаны как-то с этой темой. Добро пожаловать в Казахстан! Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой горсть тепла после долгой зимы донесем. Пять минут до утра доживем, наше море вины поглощает. Время дыра — это всё, что останется после меня. С нами память сидит устала, а в руке её пламя свечи. Ты такой хорошей была, посмотри на меня, не молчи. Крики, чайки на белой стене, окольцованы чёрной луной. Нарисуй что-нибудь на окне и шепни на прощанье рекой. Это всё, что останется после меня. 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 Это всё, что останется после меня.